МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Догнать и задержать. В Одессе две легковушки устроили погоню со стрельбой. Как отреагировала полиция? Уступка Кима. КНДР начала демонтаж ядерного полигона. Шаг назад или манипуляция? После трех недель перерыва в сессионном зале парламента, казалось бы, должна закипеть работа. И за длительные каникулы нардепы могли бы утрясти все спорные вопросы, в том числе и кадровые. Но на практике в Верховной Раде сегодня депутатской мобилизации не было, а ключевые вопросы снова рискуют остаться нерешенными. Почему? Об этом далее в сюжете. Не успели нардепы перейти к повестке дня, как у трибуны уже очередь главы фракции с заявлениями. И не столько законодательная тема и задача, насколько тарифной. Украинский уряд готовится поднять снова тарифы. И поэтому с 1 травня проводит процессы, которые избавляют тех самих субсидий от 20 до 40% людей, которые сегодня в Украине получают субсидии. Что они взбогатили за два года, чтобы их избавили? Нет. НАК «Нафтогаз» передав финансовый план до уряду для затверджения всех денег, которые снимаются из всех потребителей Украины, в том числе из людей, в виде платы за газ. И мы узнали из этого света, из этого финансового плану, что с 1 червня или с 1 липня будет на 65% подняте цен на газ для населения. И поэтому мы сегодня закликаем парламент. Они, до речи, соби заклали 1 млрд грн. для 5 людей заработок платы и бонус на 2018 год. Негайно открыть работу темчасовой следственной комиссии. Они получают по 2-3 млн заработной платы, тогда, когда простые и обычные украинцы согреваются, наполняя горячей водой двухлитровые баклажки. Мы зарегистрировали проект постановы с тем, чтобы создать временную следственную комиссию и расследовать целесообразность повышения затрат на содержание нефтегаза и выплат этих невероятных зарплат. Но коалицию больше, чем газовые, волнуют проблемы кадровые. У внутренней политики наша фракция закликает также добиться серьезных результатов. Проголосовать за обновление ЦВК. Нарештой вырешить вопросы за аудитором НАБУ. Правда, тот же вопрос Центра избиркома в ценах этого парламента поднимается последние несколько месяцев. Но дальше разговоров дело не идет. Мы считаем, что это голосование за ЦВК подготовка к фальсификации. Потому что наша фракция, представители практически отключены. У нас не представлены наши кандидатуры. Хотя, за квотным принципом, у нас должно быть две кандидатуры в ЦВК от нашей фракции. Потому что мы третий по количеству депутатов Верховной Рады. Проблема в том, что отсутствующий кандидат от оппозиционного блока обязательно должна быть выдержана резолюция парламентской ассамблеи в частности представления всех фракций. Какие бы это фракции не были. ОПО, Блок Батьковщина или Блок Петра Порошенко. Другое вопрос. 14 кандидатов на 13 вакансий. Но все они прошли комитеты, все должны быть проголосованы. Но вакансий всего 13. Но в блоке Порошенко проблему с лишними кандидатами предлагают решать рейтинговым голосованием. Я не отключаю варианта, что кто-то отказывается. Есть такие чуткие вещи, что кто-то отказывается от желания кандидатироваться. Мы ждем еще выступ каждого члена ЦВК в парламенте. У нас за отсутствие закону про оппозицию, важко будет враховывать эту пропорционность. Рейти нового голосования по членам ЦВК незаконны. Такого нема в законе. Порушение процедуры оборудования ЦВК в будущем может привести до признания его незаконным. И как наследок взорвать выборы. И я думаю, что это и план влады. Едина возможность дотриматься закону. В новом складе ЦВК должны быть представлены все политические силы, которые есть сегодня в парламенте. А не так, как хочет влада, что 10-15 будут контролированы владой. Если вопрос голосования за членов Центра избиркома и появится в сессионном зале, то не раньше четверга. И в этот же день у стен парламента обещают протест. Но уже с требованиями проголосовать законопроект о создании антикоррупционного суда. Антикоррупционный суд так само не имеет шансов появиться, потому что только в середу начнет заседать комитет, который будет рассматривать близко двух тысяч поправок. Так же, как и закон про выборы, который имеет четыре с лишним тысячи поправок. Я автором целого ряда поправок, меня еще не запрошивали на рассматривание комитета. Это означает, что продолжает даже предыдущий рассматривание. Это означает, что мы безусловно до рассматривания поправок комитета еще не переходили. Поэтому я не уверена, что за этот месяц это удастся сделать. Это уже похоже на такой политический маразм, что плохо влияет на репутацию парламента, потому что это выглядит как нещерость, и люди это очень хорошо чувствуют. Поэтому его нужно эти поправки сбивать, очевидно, где-то в блоки. Какие поправки нардепы успеют утрясти и успеют ли? Традиционно вопрос без ответа. А сегодня же до обеда нардепы по одному вносили в повестку дня законопроекты. Большинство инициатив провалили. Не захотели в том числе рассматривать и постановление о запрете трансляции чемпионата по футболу, который пройдет в России. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности. Телеканал Интер. Антикоррупционные органы проверят легальность дохода Вадима Рабиновича. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Сергей Каплин. Парламентарий отправил депутатский запрос в НПК НАБУ и САП с требованием проанализировать задекларированные деньги Рабиновича. Официально Нардеп недавно продал земельный участок в селе Иванков Бориспольского района общей площадью около 5 гектаров. По документам сумма сделки практически 23 миллиона гривен. Каплин утверждает, что рыночная цена недвижимости завышена в 18 раз, а значит сумма, внесенная Рабиновичем в декларацию, не соответствует действительности. Мы не можем простить, когда этот же человек обворовывает украинский народ, когда его рука буквально не вылазит из кармана простого украинца. Его декларации, которые он сдавал, которые он сдал, абсолютно нечестные, и это обман простых людей. Мы точно знаем, что он является владельцем огромного количества земельных участков. Мы точно знаем, что он является владельцем яхт, владельцем самолетов. Он точно является владельцем многомиллионных счетов в множестве банков в Европе и во всем мире. Мы сегодня подготовили обращение в Национальное антикоррупционное бюро, мы подготовили обращение в НАЗК, чтобы расследовали эти факты, и чтобы он был привлечен к уголовной ответственности. Привлечь к уголовной ответственности могут и руководители интернет-издания РИА Новости Украины Кирилла Вышунского. С самого утра в офисе медиаресурса сотрудники СБУ проводили обыски. Что нашли и в чем обвиняют Вышунского? Подробнее наши корреспонденты. Рабочий день в нескольких информационных агентствах начался с визита силовиков. Сегодня мы попали в точку. По словам силовиков, обыски они проводили по пяти адресам, в том числе в изданиях, но все их не назвали. Уточнили только, что медиаресурсы занимались информационной деятельностью, направленной против Украины. Сначала с обыском нагрянули в офис РИА Новости Украины и дом его руководителя Кирилла Вышинского. После Вышинского задержали сотрудники СБУ. На весне 2014 года Вышинский получил задание выехать до автономной республики Крым для проведения федеральных информационных акций. Само за эту деятельность Вышинский, награжденный государственной наградой Российской Федерации, с закрытым указом президента России, медалью за повернение Крыма. По словам замглавы СБУ, у руководителя РИА Новости нашли и медаль, и российский паспорт. Следственные действия прокомментировали также в ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке заявил, что Вышинского обвиняют в госизмене. На задержание Вышинского и обыски в РИА Новости сразу отреагировали в России. Посольство РФ направило ноту протеста в украинский МИД с требованием прекратить преследование журналистов и освободить директора информагентства. По мнению российских дипломатов, такие действия украинских силовиков – это давление на СМИ. Тем временем в СБУ продолжают расследование. А меру пресечения для Вышинского должны избрать в течение 72 часов. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности – телеканал Интер. Остановить охоту на ведьм. Оппозиционный блок требует от власти прекратить давление на СМИ вне зависимости от того, кому они принадлежат. Такое заявление появилось сегодня на сайте Политсилы. В партии уверены, что цель сегодняшних обысков в информагентстве РИА Новости – это попытка заставить замолчать тех, кто критикует действующий режим. Оппозиционеры подчеркивают, что таким образом власть пытается отвлечь украинцев от предстоящей социально-экономической катастрофы и напоминают, Евросоюз основан на уважении к демократии, правам человека и свободе слова. И о правах человека в Украине, а также реакции европейских стран. Посольство Франции в Украине резко осудило атаки на ромские общины, которые недавно имели место в Киевской и Львовской областях. Соответствующее заявление появилось на странице депредставительства в Твиттере. В сообщении говорится, что подобные действия, направленные против представителей любых нацменьшинств, неприемлемы в современной Украине. Напомню, 21 апреля члены украинской неонацистской организации сожгли жилища ромов в Гласеевском районе Киева и заставили бежать 15 семей. Спустя две недели, 9 мая, аналогичный случай произошел уже в Рудном, Львовской области. Около 30 человек в масках также сожгли поселение ромов. И не менее жестким заявлением, с не менее жестким заявлением выступил американский мемориальный музей Холокостом. На их сайте размещен текст, в котором резко осуждается рост антисемитизма в Украине, насилие в отношении ромов и деятельность Украинского института национальной памяти во главе с Ветровичем. Активность боевиков на Донбассе снизилась. За вчерашние сутки 42 провокации. Сегодня пока только 7. С чем это связано, пока не ясно, но известно, что сейчас в зоне проведения операции объединенных сил находится спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Он уже пообещал 125 миллионов долларов на поддержку Донбасса. Деньги будут поступать в течение пяти лет и направят их на развитие малого и среднего бизнеса в этом регионе. Сильная экономика, по его словам, это один из путей возвращения оккупированных территорий под украинский флаг, а единственный план по установлению мира введения миротворческой миссии на всей территории конфликта вплоть до границы с Россией. Если бы этот план был исполнен, это создало бы условия для восстановления мира и уже потом проведения выборов, принятия закона об амнистии и предоставления специального статуса, то есть всего, что предусматривают минские договоренности. Если Россия примет такое решение, это продемонстрирует, что она хочет завершения конфликта. Если же наложит вето, это покажет, что Москва не заинтересована в окончании этой войны. Россия сегодня официально открыла Крымский мост, пролегающий через Кельчинский пролив. Он соединяет материковую Россию с аннексированным полуостровом. В церемонии открытия принял участие Владимир Путин. Он сел за руль КамАЗа и проехал по мосту во главе колонны грузовиков. Протяженность путепровода 19 километров. Открытие Крымского моста вызвало резко негативную реакцию в Украине. Мы собрали самые громкие заявления. Через мост на выход. Новая переправа понадобится россиянам, когда они будут покидать аннексированный полуостров. Так считает президент Украины. Петр Порошенко напомнил, что с его подачи противоправное возведение Крымского моста рассматривает арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву. Украинский МИД уже направил ноту протеста российской стороне и в своем комментарии подчеркнул, что это очередная попытка легализовать аннексию части территории Украины. НЗС Украины направил ноту протеста российской стороне в связи с открытием мосту через Керченскую протоку. Мы вчергово наголошуем, что такой крок российской стороны является брутальным захвалом порушения международного права. Будение мостового перехода через Керченскую протоку никаким образом не изменит статус Автономной Республики Крым и города Севастополь, как невидимная часть территории Украины в ее международных кордонах. Свою позицию выразил и Европейский Союз. Открыв Крымский мост, Россия в очередной раз нарушила суверенитет Украины, напомнили в Брюсселе. И кроме того, конструкция ограничивает проход судов через Керченский пролив украинские порты Азовского моря. Стратегически важный для Украины Баскидский туннель сдадут в эксплуатацию в конце мая. Такой срок назвал премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с ИО главой Укрзалезницы Евгением Кравцовым. Тот сообщил, что проект самый масштабный для украинских железных дорог за последние 10 лет. Он обошелся более чем в 2 миллиарда гривен и три четверти этой суммы предоставили европейские банки. Это будет единственный транзитный туннель через Карпаты в западном направлении. Предыдущий был построен полтора века назад и станет резервным. Он очень важен для нашего соотношения с нашими партнерами в Европе. С другой стороны, очень важно, чтобы мы обеспечили полную поддержку украинского экспорта. У нас не было никаких проблем с доставлением украинской продукции на рынки других стран. Мы кроме того, нужно обеспечить в том числе и перевезти новыми вагонами всех необходимых материалов для строительства дорог, для обеспечения потреб металлургии и так далее. В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. С 14 июля жителям столицы за одну поездку придется платить вдвое больше. Об этом сегодня сообщили в городадминистрации. Проезд как в метро, так и в наземном транспорте будет стоить 8 гривен. Сэкономить можно будет только при покупке многоразовых проездных. В этом случае стоимость одного проезда составит 6 гривен 30 копеек. Все имеющиеся льготы обещают оставить. Изменения тарифов чиновники объясняют подорожанием энергоносителей. В Черновцах вопрос тарифов на проезд уже стал причиной забастовки. Местные перевозчики не выпустили на линию ни одной маршрутки. Долго ли продлиться этот транспортный бойкот и что предлагают горожанам выясняла Ольга Паломарюк. Пенсионерка Мария Русу вот уже час ждет на остановке. Вместе с внуком ей нужно на автовокзал. Но за все время ни одной маршрутки. На остановках сегодня сотни людей и так в каждом районе Черновцов. Бастуют перевозчики требуют повысить тариф на проезд с 4 до 5 гривен. Городские власти к стачке подготовились. На линии вышли дополнительные троллейбусы. Водителей троллейбусов срочно вызвали из отпусков. Но несмотря на это машины забиты битком. Возмущенные жители пытаются вызвать такси. Некоторые останавливают попутки. Сегодня таксисты будут. Хай они заработают. Но нам чем-то нужно доехать. А сколько вы уже ждете? Ну так. Пів години, да. Пів години, да. Стоит питание вертися до дома. Не идти на работу. Перевозчики объясняют бастовать вынуждены из-за огромных долгов. Только на этом предприятии должны свыше полумиллиона гривен за запчасти и горючие. За аренду автобусов, потому что у нас есть 10 автобусов арендованных, мы не заплатили там. Значит, есть аренда помещений, мы тоже за ней не заплатили. То есть, если это взяти в сообществе, то только по нашому предприятию это уже доходит до миллиона. В горсовете парируют, готовы были рассмотреть вопрос о повышении тарифов на заседании горисполкома. Но после сегодняшней акции перевозчиков передумали. Планируют сами закупать в Лизин коммунальные автобусы. Это на 40 автобусов. С загальными пассажирами близько 60 людей каждый транспортный засіб, что позволит регулировать ситуацию на рынке перевозки. Сами пассажиры уверяют, готовы платить больше, лишь бы качество обслуживания улучшилось. Хотят комфортные автобусы и вежливых водителей. Сколько продлиться забастовка, неизвестно. Горожане тем временем устроили флешмоб в соцсетях. Призывают помогать друг другу и бесплатно подвозить попутчиков. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. Автомобильная погоня со стрельбой в Одессе. Полицейские задерживали группу грабителей. Чем закончилась эта криминальная история и есть ли пострадавшие, знает Андрей Анастасов. Началось все на улице Канатной. Злоумышленники в масках напали на автомобиль Киа. Разбили стекла и похитили у водителя сумку с деньгами. Затем на двух машинах скрылись. За одной из них черной Инфинити полицейские устроили погоню. На улице Разумовской иномарку удалось заблокировать. Пытаясь вырваться из ловушки, ее водитель повредил припаркованной вокруг машины, рассказывают владельцы авто. Был внутри. Машина сзади Инфинити стояла черная. Я хотел отъехать. Смотрю, он назад несется, у нас с такой скоростью и началось стрельбище. Вот и все. Стреляли по нему. В полиции подтверждают, действительно открыли огонь из травматического пистолета. Стреляли по злоумышленнику, которого, собственно, и преследовали. И только потому, что тот оказал злостное сопротивление при задержании. Детали не сообщают. Тайна следствия. Трое правоохоронцев отримали разные ступени тяжкости и телесных ускорений. Это представители этнично-злочинной группы, которые известны правоохоронцам, которые за ними ведут нагляд и давно полюют на эту группу. В результате похищенные деньги потерпевшему вернули. Один подозреваемый задержан. Остальные, а преступников было несколько, скрылись. Сейчас полиция их разыскивает. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер Одесса. Совбез ООН созвал экстренное заседание из-за обострения ситуации в секторе Газа. По уточненным данным, накануне, во время столкновений с израильскими силовиками там погибли 58 палестинцев, более 2,5 тысяч ранены. Об этом сообщило палестинское министерство здравоохранения. Эскалацию конфликта в регионе спровоцировало открытие американского посольства в Иерусалиме. Накануне самого утра тысячи палестинцев собрались вдоль границы с Израилем в секторе Газа. Они жгли шины, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ израильская армия открыла огонь. В Вашингтоне ответственность за насилие в секторе Газа возлагают на палестинскую группировку Хамас. В Белом доме считают, что Хамас намеренно провоцирует обострение, а Израиль защищает свои границы. Кроме того, власти США заявляют, что хотят лишь остановить гибель людей. Мы в курсе событий в секторе Газа. Мы знаем о насилии и о большом количестве смертей. Ответственность за гибель людей полностью лежит на группировке Хамас. Хамас намеренно и цинично провоцирует такую реакцию, а Израиль имеет право на самооборону. После столкновения в секторе Газа своих послов в США и Израиль отозвала Турция. По словам президента страны Раджепа Эрдогана с дипломатами проведут консультации. Турецкий лидер объявил трехдневный траур по погибшим, а также созвал чрезвычайный саммит организации исламского сотрудничества. Вчерашние столкновения в секторе Газа стали самыми масштабными за последние четыре года. Аванс для Дональда Трампа. Северная Корея начала демонтаж своего ядерного полигона, где испытывали и которые так напугали мир. КНДР пытается продемонстрировать, что готова договариваться и идти на уступки, но есть и опасения, что это просто имитация. Во всем разбирался Дмитрий Анопченко. Каждый метр территории КНДР сейчас под прицелом спутников. Что бы ни происходило, замечают и фиксируют. Вот и сейчас разглядели. Власти страны без особой огласки начали ликвидацию ядерного полигона Пхунгири. Уже разрушили несколько технических зданий, демонтировали железнодорожное полотно, командный центр пока на своем месте, открытые входы в туннели, но их должны взорвать. На бывший секретный объект Пхеньян уже на следующей неделе пригласит иностранных журналистов, чтобы у всех на глазах произвести зачистку территории. Понятно, что это аванс. Накануне переговоров Трампа и Кима нужны были четкие доказательства, что КНДР настроена серьезно, что из Сингапура американский президент не вернется с пустыми руками. И Северная Корея неожиданно пошла на первый шаг. Происходящее удивляет даже госдеп, в том числе и тех людей, кто много лет курирует Северную Корею. Мы видели действия КНДР, вели с ними дела. Они ничего не делают без того, чтобы им наперед заплатили, потом еще раз заплатили, а в результате можно и не получить того, чего хотел. В этот раз все немного по-другому. Но есть и те, кто этого энтузиазма не разделяет. Все происходящее не больше, чем имитация. Подозревает один из высокопоставленных перебежчиков, бывший заместитель посла КНДР в Великобритании, который живет сейчас в Южной Корее. Нет никаких шансов, что КНДР отдаст ядерное оружие. Ким только вид делает. Так называемое ядерное разоружение наоборот, только усилит режим Кима и его власть. Дипломат убежден, режим попытается обхитрить Трампа, получив все бонусы от сотрудничества с ним, но при этом в глубокой тайне продолжая ядерные разработки. Насколько искренен режим Ким Чен Эна в своих попытках договориться, будет выяснять сейчас американская разведка. Об этом своих бывших подчиненных попросил экс-директор ЦРУ, а ныне госсекретарь Майк Помпео. Ни у него, ни у Дональда Трампа нет ведь в этой ситуации права на ошибку, ведь она слишком дорого обойдется и им самим, и миру в целом. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Ядовитые уроки в одной из ривнанских школ массово болеют дети. Почему в воздухе оказались вредные вещества? Неудержимая корь. Сразу в нескольких городах Украины снова вспыхнула инфекция. Когда остановят вирус? Свадебный скандал. Почему отец Меган Маркл не поведет ее к алтарю? Очередная партия вакцин из Венгрии поступила в Закарпатье. 15 тысяч доз против кори, паратита и краснухи. Больше 20 тысяч пентоксин. Это препарат для новорожденных против дифтерии, стулбняка, коклюша и полиомиелита. Область уже получала подобную помощь от Венгрии в январе, когда люди массово болели корью. Всего же с начала года этот диагноз подтвержден более чем у двух тысяч человек. Практически все дети. Вакцина отвечает мировым стандартам. Ее должны распределить по всем районам Закарпатья. И предназначена она не только для венгерской общины. С 2017 года МОЗ Украины вообще прекратила централизированные поставки комбинированной вакцины Пектанксим. За информацией Министерства охраны здоровья Украины поставка таких вакцин в Украину ближайшим часом не ожидается. Франция замовник, а выработник Соединенные Штаты Америки. Вспушки кори не прекращаются по всей Украине. Инфицированных сотни. Только в одном из сел в Закарпатье заболели 50 человек все дети. Это официальные данные медиков. Хотя местные жители уверяют больных гораздо больше. На месте побывали и наши корреспонденты. В школе села Черная Тиса каждый день начинается с обхода. Директор подсчитывает сколько учеников не пришли на занятия. Во втором А из 23 детей нет 17. Сегодня в школе 6 учеников. Это уже второй недель. Больше двух недель. Третий майже. Директор школы рассказывает. Болеть дети начали сразу после майских праздников. Вчера недосчитались более 200 учеников. Это почти полшколы. Хвороба остановилась на початковой ланце и пошла до пятого класса. В старших классах мы пока что не конституем хворобу. У всех заболевших одинаковые симптомы. Температура, слабость, насморк. Первые признаки очень похожи на ОРВИ, говорят медики. То, что это корь, распознали не сразу. На сегодня зафиксировано около 50 случаев этого заболевания. Но местные жители уверяют, подхвативших инфекцию значительно больше. Медицина хотела приховать этот факт. Наше районное начальство, областное начальство, что есть такие спалаки, лежатся каникулы, думали, что оно так пройде и никто не будет знать. Максим две недели болел корью. Но в справке врач амбулатории указал ОРВИ. Глава Раховского района никакой беды не видит. А вот в областном департаменте здравоохранения о ситуации в Черной Тисе вообще ничего не знали. Я не готова ответить вам за того лекаря, который не подав экстренные сообщения. Я думаю, что это будет в дальнейшем и наше служебное расследование в районе и в области, чего так стало. Сегодня, спустя две недели, в школу наконец приехали санэпидемиологи. Проводят дезинфекцию. Такие же меры принимают и в школах Львовской области. Там тоже продолжают болеть дети. Вспышку кори зафиксировали в шести школах города. Есть инфицированные также в Трусковце, Червонограде, Пустомытовском районе. Жанна Дучак, Галина Якушко, Юрий Голубенко, Зиновий Автонаст. Подробности телеканал Интер. Президентский проект по развитию медицины в сельской местности воплотили сегодня в Киевской области. В селе Боденьки в Ужгородского района презентовали новый ФАП. Подробнее наши журналисты. Современное оборудование и энергоэффективные технологии. Это новый мерцентр в селе Боденьки. Содержание такого центра практически бесплатное. На его открытие приехал и президент Петр Порошенко. Он отметил, проект телемедицины реализован на конфискованные деньги беглого президента Януковича. Никто не верил, что я и моя команда способны вернуть к государственному бюджету в краденых народа Украины полтора миллиарда доларей. Я сразу же, как только эти деньги были зарахованы на рахунок, запропонировал несколько надзвичайно важных программ. Первая из них была сельская медицина. Президент заявил, для того, чтобы открыть медцентр, приложили немало усилий. Более того, помогли европейские партнеры. Проект этого здания принадлежит французскому архитектору. В этом районе всегда не хватало фельдшеров, признаются жители села. Чтобы получить элементарную медпомощь, людям в возрасте и даже детям приходилось ехать в другие города. Сегодня же, утверждают в селе, проблема решена. Такие будильные нам нужны. В первую очередь, потому что население и сельское потребует качественной медицины. И я считаю, что это очень большой позитив. И для развития и нашего выживательского района, и населенного пункта Боденьки. По словам президента, первичную медпомощь окажут на месте. А при необходимости пациента транспортируют в районную или областную больницу, где ему предоставят необходимые услуги. Константин Редин, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Опасный ремонт. В одной из школ Ривны дети стали жаловаться на головные боли. Недомогание чувствуют после урока физкультуры, который проходит в новом зале. Родители обратились в лабораторный центр. Оказалось, содержание фенола в воздухе превышает норму в 11 раз. В чем причина разбирались наши корреспонденты? Странный запах в спортзале учителя заметили давно. Он появился практически сразу после ремонта. И многие ученики начали жаловаться на головные боли. У меня старший занимается танцами. И когда они после тренировки танцев выходят в спортзале, говорят, что не имеет чем дыхать и очень болит голова. Я сегодня приезжал за полтора часа до начала урока и был уменьшен открывать полностью в окна и включать вентиляционную вытяжку, чтобы воздух хоть немного очистить. Я даже в лекарню попал, потому что лежал с интоксикацией, а причины так скажем не установили. Родители забеспокоились, обратились в лабораторный центр. Оказалось, в воздухе полно вредных веществ. Мало место перевищения по фенолу в 11 раз и почти в 2,5 раз формальдегида. Эти концентрации, которые были выяснены, могут вызвать острое отручение. В школе предполагают, высокий уровень вредных веществ связан с отделочными материалами. Хотя по бумагам, которые предоставил подрядчик, краска, например, абсолютно безвредна. вопрос о вытоках феноли. Это или линолеум, или фарба. Пока будет экспертиз, тяжело что-то сделать, потому что причина основы всего, что надо делать. Сейчас спортзал закрыт, учеников туда не пускают. Рабочие нехотя соскребают краску со стен. Анализ фарбу. Попросили, чтобы все раздавались. Вдруг это не фарба, зачем мы должны что-то скопить. Ремонтом занималась ревнинская фирма, которая выиграла тендер. Подрядчик уверяет, работает только сертифицированными материалами. Заказов всегда довольно много и нареканий до сих пор не было. В лабораторном центре опасаются, что подобные случаи могут повториться и в других школах. Летом в учебных заведениях обычно делают ремонты. А в этом году еще и для всех первоклассников должны закупить новые парты. Из какого материала они будут сделаны большой вопрос. Анастасия Крылатая, Снежана Сидорук, Николай Василюк, подробности телеканал Интер, Ривны. Игра на чужом поле. В Германии громкий скандал с участием игроков в национальной сборной по футболу. Двух спортсменов турецкого происхождения критикуют за фото с президентом Эрдоганом. Татьяна Лугнова продолжит. Это кадры, которые прокрутили по всем телеканалам Турции. Президент Эрдоган во время визита в Лондон встречается с футболистами турецкого происхождения, играющими за британские клубы. Среди них Мезут Озель и Илькай Гюндаган. Спортсмены жмут Эрдогану руку, обнимаются и дарят ему свои трико с автографом моему президенту. Эту фотосессию немцы, мягко говоря, не поняли. Мезут Озель и Илькай Гюндаган родились в Германии. Оба граждане страны и члены национальной сборной по футболу. Так мол, зачем они играют на чужом поле и по сути участвуют в агитационной кампании Эрдогана накануне выборов, назначенных на конец июня. Футболистов раскритиковали и спортивные функционеры, и политики, громче других депутат Бундестага, немец турецкого происхождения Джемос Демир. Они стали участниками дешевого пропагандистского шоу авторитарного правителя, который, наверное, боится проиграть честные выборы и вынужден прятаться за футболистами. Немецкие национальные игроки не должны поддаваться на такие шоу. Возможно, они не в курсе, но у них уже есть президент и зовут его Франк Вальтерштеймайер. Звучали даже призывы не посылать спортсменов на чемпионат мира, но руководство немецкого футбольного союза решило не горячиться. Люди могут совершать ошибки и эти двое понимают, что они ошиблись. Я бы хотел, чтобы к этой ситуации отнеслись адекватно. Многое из того, что я читал в медиа и интернете – перебор. На Мундиале и Озеле Гюндаган поедут. Сегодня их официально включили в заявку на чемпионат. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. И еще один скандал на этот раз вокруг королевской свадьбы в Великобритании. Отец невесты принца Гарри отказался везти дочь к алтарю. Почему Томас Марк решил вообще не приезжать на бракосочетание и как на это отреагировала будущая принцесса? Расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже через 4 дня. А тут такое изменение планов. Отец невесты решил вообще не ехать в Лондон. И до сих пор остается в Мексике, где у него дом. Эта новость ошарашила не только Меган Маркл, но и всю королевскую семью. Дворцу и так пришлось идти на уступки и отойти от традиций. Обоим родителям невесты, которые состоят в разводе, разрешили принять участие в церемонии. К церкви в машине Меган должна была сопровождать мать, а к алтарю везти отец. К тому же на этой неделе Томас Маркл должен был познакомиться с зятем, сватами, а также с ее величеством, королевой и принцем Филиппом. Официально отец невесты не сообщил причину своего решения, но скорее всего это произошло из-за скандала с папарацци. На прошлой неделе пресса опубликовала пару снимков, запечатливших, как Томас читает книгу о достопримечательностях Британии, новости о будущей свадьбе, а также снимает мерки для праздничного костюма. Потом оказалось, что все фото постановочные, а Томас еще и хорошо заработал на них. Это моя вина. Я подумала, что нужно сделать пару хороших снимков, поскольку пресса незаслуженно представляла отца в плохом свете. Он просто хотел продолжать тихую жизнь, а в последнее время его преследовали по несколько машин папарацци. Из-за стресса у него появились сердечные боли, и он даже перенес приступ на прошлой неделе. Мэггат Маркл все еще надеется, что отец изменит решение и все же прилетит на свадьбу. Хотя родители развелись, когда ей было 6 лет и она осталась жить с матерью, Мэгган называет себя папиной дочкой. Мол, он многому ее научил и рыбачить, и ценить хорошие фильмы. И в основном благодаря ему она попала на телевидение и стала актрисой. Томас работал директором по свету в нескольких телесериалах и с малых лет брал дочь на съемочную площадку. Известно, что Мэгган очень переживает за моральное состояние отца. Он действительно довольно стеснительный человек и ведет затворнический образ жизни. А тут на него обрушилось столько внимания со стороны прессы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Как Мелания Трамп оказалась на операционном столе и почему американский музей был вынужден пустить с молотка платье Мэрилин Монро. Об этом не только в нашем обзоре. Первая леди США в больнице. Мелания Трамп перенесла операцию на почках. Ей удалили доброкачественное новообразование. Процедура прошла успешно, уверяют в администрации американского президента. Через несколько дней хозяйка Белого дома вернется к своим обязанностям. Дональд Трамп не был в больнице с супругой во время операции, но навестил ее после. Солидный урожай марихуаны собрали полицейские в Перу. Они с вертолета обнаружили незаконную плантацию площадью 8,5 тысяч квадратных метров. Зеленое поле колосилось в труднодоступной местности провинции Уаура. Правоохранители несколько дней добирались туда пешком и поспели вовремя, чтобы не дать наркоторговцам продать урожай. 300 метровая вулканическая трещина извержение вулкана Килауэа. Внутри раскола бурлит лава в огне прилегающей территории. Это уже 17-я вулканическая трещина на острове. Сейсмическая активность на Гавайях продолжается с начала мая. Свои жилища покинули 2000 местных жителей. Самолет китайских авиалиний во время полета потерял лобовое стекло. Инцидент случился, когда лайнер набирал 9-й километр высоты. В образовавшееся отверстие наполовину вытянуло второго пилота. 27-летний мужчина не выпал только благодаря ремню безопасности. Несмотря на проблемы, экипажу удалось благополучно посадить самолет. Виндзорской кондитерской в меню добавили мини-версии свадебного торта принца Гарри и Меган Маркл. 10-сантиметровый десерт готовят практически по такому же рецепту. Например, небольшие коржи смазывают лимонно-сиреневым кремом. Стоят пирожные 4,5 фунта. Экспонат за кредит. Музей Авраама Линкольна в Спрингфилде, штат Иллинойс, выставляет на продажу платье Мэрилин Монро, чтобы отдать долги за приобретенные 10 лет назад экспонаты. Начальная стоимость черного вечернего наряда с глубоким декольте составляет около 60 тысяч долларов. Платье Кинодивы уйдет с молотка в компании 8 других, но менее дорогих экспонатов. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробности А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин